Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Василий Моисеенко. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство потребовало отставки Эдуарда Хладчука, начальника Генерального штаба Национальной армии. Соответствующее предложение было направлено президенту Майе Санду. Подробности в новостях. Зарплаты учителей не могут быть повышены раньше, чем с 1 января 2025 года после утверждения нового бюджета. Такова реакция министра Дана Перчуна на требования профсоюзов. Шторм Борис, обрушившийся на Центральную и Восточную Европу, приближается к Италии. За последние дни жертвами стихии стали более 20 человек в Польше, Чехии, Австрии и Румынии. Политическая нестабильность и экономические проблемы приводят к росту цен на золото. В результате стоимость драгоценного металла взлетела до рекордных отметок. Правительство потребовало отставки начальника генштаба национальной армии Эдуарда Ахлачука. Соответствующее предложение было направлено президенту Майе Санду. О данном решении объявил государственный секретарь Министерства обороны Серджио Плоп, не уточнив причину. Предлагается представить президенту Республики Молдова предложение об освобождении господина Эдуарда Ахлачука от должности начальника генерального штаба национальной армии, командующего национальной армией. Окончательное решение об отставке Ахлачука остаётся за президентом Молдовы Майе Санду, который является верховным главнокомандующим армией. Ахлачук пока никак не прокомментировал свою отставку. Отметим, что он был назначен на эту должность в ноябре 2021 года. После увольнения Игоря Горгана. На том же заседании правительство назначило государственного секретаря в Министерстве обороны. Им стал Геннадий Кожакару, который вступит в должность 23 сентября. Дорин Ричан распорядился проверить водохранилище и плотины в стране. Премьер-министр дал соответствующее указание в самом начале заседания Кабмина на фоне недавних наводнений. В то же время премьер Высакова оценил работу, проделанную всеми ответственными службами во время сильных наводнений в выходные дни. В субботу и воскресенье у нас были очень трудные дни. Дождей было больше, примерно в три раза больше, чем за всю весну. Больше всего пострадали Кантемир и Льова. Я хотел бы сказать большое спасибо всем полицейским, спасателям, дорожным рабочим, карабинерам, врачам скорой помощи, энергетикам, даже армии, которые так быстро и решительно мобилизовались и помогли жителям. Ричан обратился с просьбой в Министерство окружающей среды, чтобы совместно с Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям и местными государственными администрациями было проверено состояние водохранилищ, поскольку, по словам премьера, многие из них эксплуатируются с нарушением требований. Господин министр окружающей среды, вместе с другими коллегами я прошу вас провести инвентаризацию всех водохранилищ. Как эти водохранилища используются, посмотреть структуру плотин и в целом нам нужно пересмотреть, потому что многие из этих наводнений произошли и потери произошли именно потому, что у нас нет правил в этой области. По словам представителя правительства, за указанный период было выполнено 402 миссии, в том числе в 214 случаях были проведены работы по откачке воды. Больше всего работ было проведено в центре страны – более 145 миссий. Затем на юге – 77 миссий. В то же время из-за сильных дождей пострадали 42 национальные дороги общего пользования, а 30 дорог были затоплены. На данный момент ситуация исправляется. В настоящее время власти анализируют ущерб, нанесенный наводнениями. Вождение транспортного средства с неразборчивым государственным регистрационным номером, установленным с нарушением стандарта, больше не будет наказываться штрафными баллами. Правительство одобрило поправки в административный кодекс. Кроме того, штрафные баллы не будут начисляться за эксплуатацию транспортных средств с техническими дефектами в тормозной системе или рулевом механизме, в устройствах освещения или сигнализации, а также за эксплуатацию повторно использованных транспортных средств без необходимого разрешения. Что это значит? Патрульный генерального инспектората полиции в обязательном порядке должен будет вынести предупреждение в тех случаях, когда водители будут соответствовать в совокупности нескольким условиям. Если в течение последнего года перед совершением правонарушения лицо не привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение и уплатило штрафы, наложенные за ранее совершенные действия. Также в среду правительство определило, что выдача замена и восстановление водительских прав будет стоить дороже. В данную услугу войдет и выдача временных удостоверений. Если услуга будет оказана в течение 20 дней, стоимость составит 420 леев. За срочность заявителям придется платить больше. 760 леев, если права будут выданы в течение 10 рабочих дней. 1100 леев, если заявитель хочет их получить в течение 5 дней. И 1440 леев, если он не может ждать более 3 дней. Плата за выдачу водительских прав за один рабочий день составляет 1780 леев, а в день подачи заявления данная услуга будет стоить 2120 леев. Тот же проект предусматривает, что свидетельства о регистрации и временное водительское удостоверение смогут генерироваться в электронном виде и будут иметь на территории Республики Молдова ту же ценность, что и физически выданные документы. Центральная избирательная комиссия откроет в Приднестровском регионе 30 избирательных участков для республиканского конституционного референдума и президентских выборов от 20 октября. Согласно пресс-релизу, бюро проинтеграции участки предусмотрены также для жителей муниципия Бендеры и коммуны Кицканы, сел Кременчуг и Гыска Каушанского района. Территориальное распределение избирательных участков по районам. Анининой 8, Каушень 6, Дубосарь 6, Флореш 3, Резина 3, Муниципий Кишинев 2, Кривулене 1, Штефанводы 1. Что касается функциональности путей доступа избирателей из Приднестровского региона к избирательным участкам, то согласно данным бюро проинтеграции информация будет уточняться по согласованию с органами местного публичного управления. В то же время в целях обеспечения безопасности процесса голосования на избирательных участках в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, ЦИК обращается к национальным наблюдателям, международным наблюдателями делегаций Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии с целью мониторинга мирного проведения избирательного процесса на данных избирательных участках. В Центральную избирательную комиссию поступило еще одно заявление о регистрации в качестве участника Республиканского конституционного референдума 20 октября этого года. Это политическая партия «Демократия дома». Тем временем несколько кандидатов на пост президентов объявили о том, что им удалось набрать необходимое количество подписей для официальной регистрации в предвыборной гонке. Заявкой подана партией «Демократия дома», целью которой является продвижение варианта голосования «Да» на референдуме. Обращаем ваше внимание, что политические партии и избирательные блоки могут подать заявку на регистрацию в качестве участника референдума до 20 сентября включительно. Выборы президента Республики Молдова состоятся 20 октября. В тот же день состоится республиканский конституционный референдум. Тем временем заявленный кандидат президента Республики Молдова Андрей Анастаси в ролике, размещенном на его странице в соцсети, подчеркнул, что его инициативной группе удалось собрать необходимое для регистрации количество подписей граждан. Я хочу объявить, что вместе с замечательными людьми из моей команды мы достигли установленного законом количества подписей. Кстати, о подписях. Для меня большая честь получить сегодня от президента Трампа с автографом его новую книгу «Спасти Америку». Центральная избирательная комиссия также проверила списки подписей в поддержку Рената Усатова, объявленного кандидатом нашей партии на пост президента страны. Из 25 тысяч представленных подписей избирательный орган проверил 18 тысяч 56 и признал действительными 16 тысяч 353 подписи, что позволяет ему быть официально зарегистрированным в предвыборной гонке. Они увидели, что проверили минимум 18 округов и более 15 тысяч действительных подписей и остановились. Так поступили и на этот раз. Даже не стали проверять другие подписи из других районов. Главное, что у нас есть количество подписей, признанных действительными. Тудор Ульяновский, заявленный независимый кандидат на президентских выборах, заявил, что он находится на последнем этапе сбора подписей. «Спасибо всем, кто подписался за то, чтобы мое имя было включено в избирательный бюллетень. Мы почти подошли к концу, но чтобы убедиться, что некоторые подписи, которые уже исчисляются тысячами, не будут аннулированы, мы вместе с командой решили собрать больше, чем минимальное количество, необходимое для регистрации в избирательной гонке». Партия коммунистов обратится в Венецианскую комиссию и ко всем кандидатам президента относительно действий Конституционного суда, который посчитал неприемлемым запрос по КРМ о рассмотрении законности назначения даты выборов президента, тем самым оставив в силе дату голосования 20 октября. По мнению молдавских коммунистов, таким образом в стране может повториться ситуация 2019 года, которая уже получила соответствующую оценку Венецианской комиссии. По мнению молдавских коммунистов, в стране может повториться ситуация 2019 года, а только на этот раз может быть два президента. Тогда Конституционный суд вновь может быть втянут в политическую игру. Конституционный суд принял необоснованное решение, которое, по сути, лишает оппозицию и нас, депутатов оппозиции в парламенте, право обращаться в Конституционный суд. Конституционный суд, это вообще уму непостижимо, проверки конституционности тех или иных решений и решений органов власти. Жалобу коммунисту подали 22 августа. Речь шла о тексте второго пункта статьи 135 избирательного кодекса, согласно которому президентские выборы должны быть организованы не позднее, чем за 90 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Но не позднее срока установлена пунктом 4 статьи 90 Конституции. В ПКРМ считают, что согласно основному закону, дата выборов президента может быть назначена только после того, как должность президента объявляется вакантной. В своем анализе суд отметил, что временные рамки, установленные пунктом 4 статьи 90 Конституции, относятся к президентским выборам, организуемым только в случае вакансии должности. Суд отметил, что должность президента Республики Молдова становится вакантной и более не замещается только в случае смерти, окончательной невозможности исполнять свои обязанности, отставки или отстранения должности, что подразумевает прекращение исполнения мандата. Начиная с октября наша страна будет закупать электроэнергию румынской компанией «Нуклеар Электрика». Об этом сообщают представители компании «Энергоком». Таким образом, после внесения банковской гарантии и участия в тендере, организованным оператором системы передачи электроэнергии Румынии «Трансэлектрика» победителем признали акционерное общество «Энергоком». Начиная с октября АО «Энергоком» будет покупать 10 мегаватт, интервал 24 на 24 часа, а в последующие месяцы этот объем может увеличиться в зависимости от внутренних потребностей. Цена на энергию от «Нуклеар Электрика» ограничена чрезвычайным постановлением на уровне 400 рон мегаватт-час. В то же время, по данным «Энергокома», первое резервирование месячной мощности происходит в соответствии с правилами Евросоюза. Аналогичная процедура используется для ежедневных процедур распределения мощности после синхронизации Молдовы с Европейской континентальной системой Янцуи в марте 2022 года. Внимание, интернет-мошенники! Речь идет о фейковом сайте государственных компенсаций «Ажутур Лакунтор», где пользователь должен ввести свои личные данные и сведения из банковских карт. Чтобы получить компенсации по указанной госпрограмме. Однако доступ к этим данным получают мошенники. В связи с этим власти призывают граждан проверять информацию на официальном сайте правительства Республики Молдова. В контексте ряда ложной информации, распространяемой в публичном пространстве, призыв остается неизменным. Всегда получать информацию из достоверных источников, а когда дело доходит до правительственных заявлений, население призывает следить за нашими официальными платформами. На них мы никогда не запрашиваем персональные данные. В то же время информация, которую мы там публикуем, проверена, правильно и информирует о программах и мероприятиях, которые мы организуем. Еще раз повторяю, правительство Республики Молдова не запрашивает данные и личную информацию. За исключением тех, которые входят в программы, которые оно осуществляет официально, и которые объявлены на наших официальных сайтах, страницах Facebook или других платформах в социальных сетях. Отметим, что данный сайт является копией официальной платформы компенсации.gov.md, на которой используется символика официальных учреждений. Ложная страница в Facebook была создана не так давно. На ней мошенническим образом используется название и логотип «Телерадио Молдова». В настоящее время страница фейкового сайта недоступна, однако правоохранительные органы призывают граждан быть на чеку. Глава Минсельхоза Владимир Боли объявил, что пригласил фермеров на обсуждение в четверг результатов своего визита в Брюссель, где он выступил с призывом о создании фонда солидарности и развития молдавского сельского хозяйства, в который внесут свой вклад страны-члены Евросоюза. Такая реализация последовала после протестов, организованных фермерами на юге страны во вторник. Мы знаем о тяжелом положении наших фермеров, поэтому мы пришли, чтобы удовлетворить их требования. Мы выделили 100 миллионов леев из фонда платежей интервенции, чтобы компенсировать понесенные убытки. Мы, законодатели, создали механизм, позволяющий приостановить исполнение решений в отношении фермеров, оказавшихся в затруднительном положении. Он дает 6 месяцев передышки, чтобы перезаключить контракты с кредиторами и отсрочить выплаты до 31 декабря 2025 года. Заручились поддержкой европейских партнеров, создав фонд солидарности и развития. Мы продолжаем искать устойчивые решения для пострадавших фермеров, но в то же время мы призываем к диалогу. Напомним, во вторник фермеры провели на юге страны акцию протеста. Они выразили свое недовольство принятыми властями мерами, которые, по их мнению, не решают серьезных проблем, стоящих перед аграриями. Министр образования и исследований Дан Перчун на пресс-конференции прокомментировал требования профсоюзов повысить зарплаты до 5 октября. По словам министра, зарплаты учителей могут быть повышены не раньше 1 января следующего года, после утверждения нового бюджета. Это очень справедливое требование профсоюзов, которое мы обсуждали вместе с ними на встрече две недели назад. Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы зарплаты учителей повышались. В прошлом году у нас был рост данного показателя на 15%. Остальные повышения последуют с 1 января 2025 года, традиционно после утверждения нового бюджета. Между тем, в Федерации профсоюзов образования и науки решение министерства не устраивает. Глава профсоюза заявил нашему телеканалу, что данное решение не остановит учителей от того, чтобы покинуть систему образования. Конечно, мы хотели, чтобы эта дата была ближе к 5 октября, как мы сказали в нашем заявлении. Я понимаю финансовую ситуацию в Республике Молдова, что она никогда не была политизирована в целях образования, в частности для мотивации педагогов. Но мы подсчитали, что если инвестиции в образование увеличиваются и оцениваются примерно в 18 миллиардов, а на мотивацию запрашивается еще 3 миллиарда, мы предлагаем расставить приоритеты ценностей и расходов в пользу человеческого фактора во благо педагога. Это нормально, что бюджет на 2025 год составлен, и в бюджете, по крайней мере, исходя из инфляции, зарплаты будут увеличены. Это естественная вещь, но этого недостаточно, чтобы мотивировать людей, удерживать педагогов в системе для привлечения молодежи. Напомним, 16 сентября Федерация профсоюзов образования и науки распространила заявление с просьбой повысить зарплаты педагогическим работникам. По данным организации, из 18 миллиардов леев вложено в 2023-2024 учебный год. В образование еще 3,9 миллиарда понадобится для мотивации учителей. По некоторым оценкам, на данный момент в годовом исчислении для покрытия расходов, необходимых для того, чтобы зарплата за образование была эквивалентна средней зарплате в национальной экономике, потребуется 3,4 миллиарда леев, а с учетом взносов – 3,9 миллиарда. Заслуживает ли система образования таких инвестиций со стороны государства, точнее, со стороны нынешней власти? Традиционно все власти предпочитают избегать явного ответа на вопрос о повышении заработной платы. Перспектива решения проблемы повышения заработной платы постоянно находится в тени. Тема повышения заработной платы в сфере образований и науки стала табуированной темой, которую многие избегают, но которая не обходит стороной ни нас, ни профсоюзов, ни руководства страны. Но если вернуться к поставленному выше вопросу, наш ответ очевиден – это того стоит. Министерство образования и исследований начинает национальную информационную кампанию по организации выборов в школьные ученические советы. Об этом сообщил глава ведомства Дан Перчун. 10 октября по всей стране пройдут выборы в ученические советы, куда приглашены школы для помощи в данном процессе. Кроме того, к концу года будут сформированы районные национальные студенческие советы. В целях поддержки молодежи Дан Перчун отметил, что в распоряжении агентства по делам молодежи имеется 3,5 миллиона леев, которые будут использованы на информационные и обучающие мероприятия. Для нас это важный момент, потому что он представляет собой реализацию на практике нашего стремления продвигать демократические ценности, приучать студентов к честному избирательному процессу и обеспечивать их полное представительство в образовательном процессе. Ученики довольны, что у них есть возможность участвовать в школьных ученических советах. Во-первых, они играют важнейшую роль в развитии сообществ, основанных на широком участии, предоставляя ученикам возможность свободно высказывать свои пожелания по тем или иным вопросам. В то же время участие учеников в школьных советах формирует будущие поколения, которые знают, как и при каких обстоятельствах, защищать свои права, как эффективно общаться и как принимать взвешенные решения. Национальный ученический совет организован с целью дать ребятам практический опыт прохождения через демократический процесс, чтобы помочь им понять, что такое демократия. Национальный институт инноваций в кибербезопасности «Киберкор» организовал мероприятие с целью информирования специалистов в данной области среди государственных служащих, центральных и местных органов власти, а также среди студентов. В мероприятии приняли участие представители правительства, партнеры, киберкор, местные и зарубежные эксперты по кибербезопасности. Присутствовавший на мероприятии премьер Дарин Ричан отметил, что Молдова нуждается в механизме адаптации, который может быть реализован только посредством образовательных программ. «Мне нравится это необычайное сотрудничество между нашими странами, а также между нашими учреждениями. Здесь я хочу выразить слова признательности техническому университету, который в последнее время очень динамичен в освоении новых технологий, а также в обучении людей». «Это сотрудничество приносит киберкор, ряд технологий, образовательный контент и другие ресурсы, обеспечивая обучение с использованием множества новинок, самых технологичных вещей. Молдова – страна, которая хочет привлечь самых важных игроков, и каждый из вас сыграет роль в обеспечении этого будущего для Молдовы, не только для обеспечения национальной безопасности, но и для установления некоторых стандартов остального мира». Министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба отмечает, что киберугрозы появляются каждый день, а кибербезопасность стал основным приоритетом, позволяющим противостоять беспрецедентным вызовам, но также открывает и новые возможности. «Недавно мы запустили агентство по кибербезопасности, и вот мы находимся здесь, в CyberCore, что является своего рода основой нашего мнения о кибербезопасности, особенно в это критическое время. Эти инициативы не просто на бумаге, они отражают наше стремление создать безопасную и устойчивую цифровую среду, в которой как государственные учреждения, так и предприятия смогут процветать и лучше удовлетворять потребности экономики и людей». Киберкор был создан для того, чтобы предоставить всем адекватную подготовку в этой области, что является важным шагом на пути обеспечения безопасной цифровой среды, защиты критически важной инфраструктуры, а также формированию киберздоровой нации. Граждане Молдовы стали жить еще лучше. Такого мнения придерживается министр экономического развития цифровизации Думитру Аллаеба. В эфире передачи вице-премьер отметил, что средняя зарплата растет, инфляция снизилась, граждане могут позволить себе расходы, которые не могли позволить в прошлом году. В первом полугодии мы видим рост на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 13,8%. Мы видим рост потребления, а это значит, что люди могут себе позволить некоторые расходы, которые они не могли себе позволить в прошлом году. И это подтверждается и средней заработной платой по экономике, которая растет на 15%. И это в три раза больше, чем инфляция, потому что она значительно снизилась. В той же передаче Аллаеба подчеркнул, что были реализованы меры регулирования, доступ к финансированию, что привело к увеличению интереса национальных и международных инвесторов к Республике Молдова. Действительно, мы также видим живой интерес инвесторов к тому, что может предложить Республика Молдова. Мы направили значительные суммы на сектор малых и средних предприятий, чтобы они могли развиваться. Будь то программа 373, будь то гранты через организацию по развитию предпринимательства или другие инструменты, будь то реформа подоходного налога. Республика Молдова – одна из четырех стран Европы на континенте, который не платит подоходный налог с прибыли, нераспределяемый в качестве дивидендов. После того, как в начале этой недели портал Райс Молдова написал, что служба информации безопасности исключила четырех человек и три компании, списка лиц, в отношении которых есть документально подтвержденная информация, что они связаны с Владом Плохотнюком Владимиром Андронаке и Илоном Шорум с объектами международных санкций. СИБ отреагировала на эту тему для нашего телеканала. В соответствии с законом номер 116 дробь 2024 о внесении изменений в некоторые нормативные акты службы в сотрудничестве со службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими публичными органами, обладающими соответствующими полномочиями в данной области предприняло необходимые действия для внедрения вышеуказанных положений. В то же время при составлении обновлений списков лиц, в отношении которых имеются доказательства, документально подтвержденные сведения о том, что они связаны с субъектом ограничений, органы власти должны руководствоваться критериями, установленными в статье 6 закона номер 25 дробь 2016 о применении международных ограничительных мер. По данным СИБ, более 500 человек, компаний или фунда входят в список физических и юридических лиц, связанных с субъектами международных санкций. Двух сотрудников пограничной полиции уволили по результатам служебного расследования, связанного с уголовным делом о незаконной миграции украинских граждан. Вместе с ними по отделу проходит еще 8 человек по подозрению в соучастии. Вогранполиции выразили приверженность в борьбе с коррупцией и нетерпимость к любым формам незаконной деятельности среди своих сотрудников. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». 18 женщин-полицейских из Молдовы совершили ознакомительную поездку в полицию Мальмю. Программа включала серию встреч с женщинами-полицейскими из Швеции, занимающими руководящей должности, участие в различных семинарах, где обсуждались менеджменты лидерства, эффективная коммуникация, разработка индивидуального плана развития, а также другие темы, представляющие большой интерес. Цель поездки – обучение и мотивация женщин-полицейских стать успешными лидерами в различных областях полицейской работы. В столичном секторе-центр завершены работы по строительству нового надземного пешеходного перехода, расположенного на пересечении улиц Спрынченуая и Георгия Осаки. Этот переход стратегически расположен напротив детского сада номер 8 и вблизи теоретического лицея Аристотель. Работы по благоустройству включали в себя зачистку части пешеходного перехода, укладку и уплотнение слоя асфальта, установку ограничителей скорости из дорожной разметки. В ГИЧС состоялась встреча с представителями Федерального ведомства по гражданской обороне и помощи при стихийных бедствиях Германии. Официальные лица Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям обсудили с немецкими коллегами возможности углубления сотрудничества между ведомствами, а также оценили направления для запуска и реализации совместных проектов. В ведомстве отметили, что данная встреча представляет собой важный шаг в укреплении международного сотрудничества. В ходе проверок, проведенных инспекторами по охране окружающей среды Флорешт, было выявлено несколько нарушений. Так, в лесном фонде Кухурешт незаконно вырубили 12 деревьев ясеня, граба и дуба. Инспекторы установили нарушителя и оштрафовали его. Древесина, полученная в результате незаконной вырубки, была конфискована и отвезена на спецстоянку. Осенний сезон, а также обильные дожди, в этот период способствовали появлению в лесных массивах множества грибов. Они растут в изобилии повсюду. Многие любят сами собирать грибы, не особо разбираясь в их видах и, главное, безвредности. В связи с этим Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов выступило с рядом рекомендации. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует гражданам приобретать грибы только в авторизированных специально оборудованных местах, прошедших контроль безопасности пищевых продуктов, имеющих заведомо надлежащую маркировку. Сбор грибов из дикой флоры неорганизованным образом или покупка у придорожных сборщиков сопряжены с риском острого пищевого отравления. Важным моментом, на который также ссылаются представители Национального агентства, является тот факт, что не существует точных признаков идентификации грибов по внешнему виду, месту произрастания, запаху или тому факту, что ими питаются животные. Не существует теста или противоядия, который мог бы использовать грибник или едок, чтобы избежать отравления. Так называемые тесты, такие как при варке в уксусе грибы, теряют свою токсичность, почернение лука или чеснока при варке свидетельствует о токсичности, смена воды, в которой варились грибы, снижают токсичность и так далее. Не работают и могут стоить вам жизни. Практика показывает, что даже опытные грибники могут ошибиться и очнуться на больничной койке с тяжелыми токсическими инфекциями. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. У 33-летнего мужчины рука попала в аппарат для переработки круп. Несчастный случай произошел во вторник днем на одном из столичных заводов, который специализируется на производстве кукурузных палочек. Мужчина был срочно доставлен в больницу. Случай произошел во второй половине дня 17 сентября 2024 года на заводской улице 19-3 в муниципе Кишинев. На место происшествия выехали две команды спасателей пожарных. По прибытии они установили, что у 33-летнего мужчины одна из рук застряла в крейцере. Спасатели провели работы по деблокированию человека, после чего он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Причину и все обстоятельства происшествия еще предстоит установить специалистам. По данным профильного ведомства, за последние сутки помощь спасателей и пожарных понадобилась в 39 рискованных ситуациях. В Вельсах раскрыли подпольную мини-фабрику по производству сигарет. Нелегальным бизнесом управляли два брата 39 и 48 лет. Выяснилось, что у горе предпринимателей высшее юридическое и экономическое образование. Сотрудники Следственного управления «Север» совместно с сотрудниками прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам заявили о задержании двух братьев из Бельс, которые управляли мини-фабрикой по производству сигарет, откуда и были изъяты табак и другие товары на сумму около полумиллиона леев. В ходе обысков были обнаружены семь мешков табака для изготовления сигарет, более 300 литров спирта, растительная масса со специфическим запахом, а также устройство для изготовления сигарет и более 300 тысяч пустых картонных упаковок для введения табака в сигареты с помощью устройства. Уголовное производство продолжается, в ходе которого, согласно закону, любое лицо пользуется презумпцией невиновности. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые предельные цены на топливо на четверг, 19 сентября. Таким образом, по данным Наре, цена на бензин останется неизменной – 22 леи и 25 банов. Дизельное топливо немного подешевеет. Автомобилисты должны будут платить за него 19 леи и 7 банов, что на 5 банов меньше, чем днем ранее. В четверг, 19 сентября, с 10 утра до 14.00 в Отворце Республики, соискатели работы, в том числе беженцы из Украины, приглашаются на ярмарку вакансий, организованную Национальным агентством занятости, где 60 работодателей предложат более 3000 вакансий. Директор агентства, Раиса Дугару, рассказала нам подробности мероприятия. На ярмарку вакансий приглашаются все желающие, как с образованием, так и без него. С опытом работы или без, каждый найдет подходящее предложение. В ходе мероприятия свои вакансии представят работодатели, работающие в различных отраслях экономики, сферы услуг, торговли, транспорта и работа на складах, производство, здравоохранение, социальное обеспечение, государственное управление и обязательное социальное страхование, строительство. Соискатели смогут напрямую пообщаться с работодателями о вакансиях и условиях их замещения, представить работодателям свои резюме и договориться о собеседовании. В то же время, Главное управление занятости муниципи Кишинев предоставит посетителям ярмарки информацию о более чем 6000 вакансий, зарегистрированных в базе данных, и окажет посреднические услуги. Штормы Буори, соброшившиеся на Центральную Восточную Европу, подходят к Италии. На большей части страны объявлены предупреждения о ливнях и наводнениях. За последние несколько дней жертвами стихии в Польше, Чехии, Австрии и Румынии стали более 20 человек. В Чехии паводковая ситуация постепенно нормализуется. Количество населенных пунктов, где наблюдается повышенный уровень воды в реках, сократилось с 200 до 130. Сейчас в стране действует режим стихийного бедствия, который продлится 30 дней. За свою жизнь я пережил три наводнения. Но то, что мы наблюдаем сейчас, самое сильное. Оно принесло городу ужасные потери. Многие люди потеряли свой бизнес. Мосты сломаны, асфальт проваливается. Город выглядит как после апокалипсиса. На помощь пострадавшим от наводнения полякам власти страны пообещали выделить около 233 миллионов евро. Еще полтора миллиарда может поступить из экстренного фонда Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Мы сможем получить полтора миллиарда евро из экстренного фонда Евросоюза, но это будет возможно только после оценки потерь. Я не хочу опережать события, но я планирую привезти в Польшу председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйн, чтобы она сама увидела масштаб разрушений. А вот так сейчас выглядят улицы на северо-востоке Чехии. Буквально в воде сейчас находятся больше 120 тысяч домов. Эвакуация местных жителей продолжается. Критическая ситуация в связи с наводнением сохраняется на юге Австрии. Некоторые туристы с круиза по Дунаев застряли в городе Шердинген. Погибших среди иностранцев нет, а среди местного населения числятся пятеро человек. Я никогда не видел такого масштабного наводнения. Из-за этого наш круиз прервался. Корабль стоит на месте вот уже несколько дней. Я здесь не так давно, но тот факт, что дороги закрыты, автобусная система практически остановлена, напрягает меня. Мне приходится искать другие маршруты, чтобы добраться до отеля. В Румынии ситуация постепенно налаживается. Во многих районах вода начала отступать сразу после выходных. Тем не менее, в двух селах она еще стоит. Это пеке, которая затоплена на треть. А в селе пункта. В Румынии неизвестный разлил зажигательную смесь при входе в здании парламента, из-за чего вспыхнул пожар. Сразу после срабатывания сигнализации прибыли экстренные службы. Эвакуировать пришлось около 300 человек. Как отмечают журналисты, инцидент произошел у входа для посетителей в палату депутатов. Пламя успели быстро потушить. По данным румынских спасателей, площадь пожара охватила 30 квадратных метров. Горел текстиль и офисные принадлежности. Позже мужчину, личность которого удалось идентифицировать, задержали в одном из отелей Бухареста. По данным правоохранителей, так он хотел привлечь внимание семьи, с которой он больше не общался. По данному факту начато расследование. Нападавшему грозит от двух до семи лет тюрьмы. В 13 округе Парижа на крыше многоэтажного здания произошел взрыв. Его причиной стали два газовых баллона. В результате пострадали рабочие и пожарные. Один из них в тяжелом состоянии. Из-за риска повторных детонаций эвакуировали близлежащую начальную школу, закрыли станцию метро, а также приостановили движение трамваев. По предварительной информации, в момент происшествия на крыше проводились ремонтные работы. В Ливане произошла серия взрывов портативных пейджеров. Министр здравоохранения страны заявил, что погибли 9 человек. 2750 получили ранения, 200 из них находятся в критическом состоянии. В числе пострадавших сотни боевиков местного движения Хейсбалах. Они используют эти портативные устройства для связи вместо смартфонов. Сообщается, что среди раненых есть медики, а также посол и рана в Ливане. Он лишился глаза и серьезно повредил второй. У большинства ранения конечности, живота, лица и глаз. Представитель Хейсбалах, говоривший с рейтер на условиях анонимности, заявил, что инцидент стал крупнейшим провалом службы безопасности. Предполагается, что устройства были взломаны и взорваны дистанционно. Ряд источников передает, что их боевики получили недавно. Ранее лидер Хейсбалах Хасан Насрала призывал членов группировки не носить мобильные телефоны, так как Израиль может использовать их для отслеживания перемещений и нанесения точечных ударов. В соцсетях циркулируют фото и видео из южных пригородов Бейрута, на которых запечатаны люди, лежащие на тротуаре, с ранами на руках и летели возле карманов брюк. Власти призвали жителей воздержаться от использования беспроводных устройств. Как пишут иранские СМИ, за атакой стоит Израиль. Израильская сторона воздерживается от комментариев. Ливанский Красный Крест сообщил, что для оказания помощи пострадавшим и их госпитализации было направлено более 50 машин неотложки и 300 медработников. Журналисты Associated Press передают, что отделения неотложной помощи местных больниц переполнены. Там много пациентов в тяжелом состоянии. КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в северо-восточном направлении. Об этом сообщили военные Южной Кореи, не уточнив, сколько их было выпущено. Испытания проходили к северу от Пхеньяне в Качхоне. Ракеты пролетели примерно 400 километров, после чего упали в Японское море. По данным японских военных, это произошло за пределами исключительно экономической зоны Японии. Заместитель главного секретаря кабинета министров также сообщил, что ни самолеты, ни суда не пострадали. В то же время он раскритиковал действия Северной Кореи. Разработка Северной Кореи ракетно-ядерного оружия несет угрозу миру и безопасности нашей страны и международного сообщества. И это абсолютно неприемлемо. Власти Южной Кореи назвали очередной запуск ракет Пхеньяном провокацией. Это уже вторые испытания за неделю. До этого КНДР также запустило несколько баллистических ракет малой дальности. Позже северокорейские СМИ сообщили, что это были испытания новой реактивной системы залпового огня 600-мм калибра. Кроме того, на днях Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений и предприятие по производству материала для ядерного оружия. После этого СМИ КНДР впервые опубликовали фотографии и центрифуг для обогащения урана. По данным Южнокорейского агентства Рионхаб, в этом году Пхеньян провел более 10 испытаний баллистических ракет. По мнению экспертов в Южной Корее, КНДР возможно готовится к седьмому испытанию ядерного оружия. Первое она провела в 2006 году и с тех пор находится под санкциями ООН. Выборы итальянца Рафаэль Лефитто на должность одного из шести вице-председателя Еврокомиссии раскритиковали большинство политических групп, поддерживающих Урсулу фон дер Ляйен. Социалистам, либералам и зеленым не нравится, что высокий пост займет представитель группы европейских консерваторов и реформистов, которого считают ультраправой. Щекотливости добавляет и тот факт, что Фитто считается верным союзником итальянского премьера Джорджи Мелуни. А у нее, по мнению эксперта, в отношении с фон дер Ляйен в ходе и после выборов заметно разладилось. Что касается вице-председательства со стороны ЕКР, председатель фон дер Ляйен прекрасно знает нашу негативную позицию. В любом случае, сейчас начинается процесс слушаний, и в ходе этой работы мы должны оценить потенциал, знания и проевропейскую позицию каждого комиссара, включая итальянского. И после этого мы выскажем окончательную позицию по этой теме. Сторонники фон дер Ляйен подчеркивают, что выдвижение Фитто отнюдь не станет для них красной чертой и не заставит отказаться от поддержки переизбранной главе Еврокомиссии. Но к обсуждению его кандидатуры левоцентристские евродепутаты им подойдут особенно тщательно. Вместе с группой Renew Europe мы уже обращали внимание на политический выбор Урсулы фон дер Ляйен. Она подтвердила его, и мы приняли это к сведению. Теперь настало время слушаний, и мы предъявим реальные требования к господину Фитто, как и ко всем кандидатам. Мы будем рассматривать кандидатов на основе их навыков, их проевропейской приверженности и независимости от позиции, выдвинувших их стран. Представители «зеленых» обеспокоены тем, что Еврокомиссию в целом уводят вправо. Они высказывают претензии не только к итальянскому выдвиженцу, но и, например, к венгерскому и австрийскому. «Прежде всего, это Вархели, венгерский комиссар. Мы не понимаем, за что его снова вызывает состав. Он не слишком хорошо проявил себя в ходе предыдущего мандата. Это уже беспокоит нас. А кроме того, насколько я знаю, он совершенно не разбирается ни в благополучии животных, ни в вопросах здоровья. Так что это сомнительный выбор. И, конечно, по поводу миграции. Австрийский консерватор на этом посту вызывает у нас большие опасения». Для утверждения каждого комиссара необходимо, чтобы его поддержали две трети парламента. Для многих кандидатов заручиться такой поддержкой будет очень нелегко. Группа китайских ученых проанализировала состав грунта, который они получили с обратной стороны Луны, сообщает центральная телевидение КНР. Зонд Чанье-6 доставил на Землю почти два килограмма образцов в июне. После этого совместная группа китайских ученых опубликовала научную статью, посвященную результатам исследования данного гроза. Материал имеет относительно низкую плотность, рыхлую и пористую структуру. В составе преобладают плагиокласс, пероксен и стекло. Также эксперты выявили в образцах высокое содержание оксида алюминия и кальция. Всего было проанализировано два килограмма грунта. Это исследование позволит лучше понять процессы формирования и эволюции спутника Земли. Напомним, что в июне китайский луноход впервые в истории человечества собрал образцы грунта с обратной стороны Луны. Миссия продлилась 53 дня. SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9. Аппарат вывел на орбиту европейские спутники Galileo. Старт состоялся на базе космических войск США во Флориде. Это уже 22-й полет первой ступени ракеты Falcon 9. Спутники Galileo управляются и эксплуатируются агентством Европейского Союза по космической программе от имени Евросоюза. Миссия предназначена для решения геодезических и навигационных задач. В сети появилось первое фото батискава Титан после того, как он взорвался. Снимок был сделан дистанционно управляемым аппаратом сразу после происшествия во время поисковых работ на дне океана. Сейчас в США проходит публичная часть расследования трагедии. В рамках слушаний были опрошены ключевые свидетели, среди которых бывшие сотрудники компании-организатора роковой экспедиции Ocean Gate. Они рассказали о многочисленных проблемах с техническим состоянием судна. По их данным, с 2017 года на батискафе выявили более сотни неполадок. При этом за считанные минуты до взрыва экипаж передавал сообщение «все в порядке». Напомним, 18 июля 2023 года. Пять человек погибли во время подводной экспедиции. Они плыли к обломкам знаменитого «Титаника». На борту подлодки находились генеральный директор Ocean Gate Stockton Rush, британский исследователь Гэмиш Хардинг, британско-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын Сулейман и ветеран французского дайвинга Поль Андриэна Ржолием. Новая версия нейросети, чья GPT набрала 120 баллов в тесте на IQ. Модель правильно ответила нам 25 из 35 вопросов, сообщают в американской компании OpenAI. Чат-бот значительно обошел как конкурентов, так и большинству людей. Кроме того, он смог в пять раз лучше решить математические задачи, чем его предшественник. Представители компании отмечают, что вопросы были новыми и сложными, поэтому нейросеть не имела доступа к ответам и не могла их предугадать. Новую языковую модель представили 12 сентября. Она умеет рассуждать на уровне человека с докторской степенью и планировать свои действия. Система также выдает более качественные и точные ответы. При этом она пока не способна работать с изображениями. Политическая нестабильность и экономические проблемы стимулируют рост цен на драгметалл. Так, стоимость золота поднялась до исторических максимумов в ожидании объявлений центробанков по ключевым ставкам, сообщает Еврониус. Фьючерсы впервые превысили отметку в 2600 долларов за унцию в прошлую пятницу и выдержались на этом уровне в понедельник, несмотря на небольшой откат. Споты достигли максимума в 2589 долларов за унцию на азиатской сессии во вторник. Правда, затем снизились до 2577 долларов. Всего за последние месяцев золото подорожало на 24%, более чем на 500 долларов за унцию. Критическая отметка в 2080 долларов была преодолена еще в марте. На этой неделе в центре внимания ожидаемое решение по процентным ставкам трех крупнейших центральных банков – Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии. Девять сказочных миров, сотканных из разноцветных огней, выросли в Сингапуре. Здесь можно прогуляться среди динозавров, пройтись по песчаным дюнам, насладиться путешествием по джунгам и заглянуть в зимнюю страну чудес. Все эти инсталляции – плод творческой фантазии дизайнера Нормана Латуреля. Он организует международный фестиваль света и Луми в разных странах. У меня много идей и мечтаний. Я отталкивался от своей мечты, от пережитого в путешествиях, а также от своих идей. Вы знаете, что я видел и что сделал. Я просто взял несколько идей и развил их, опираясь на воображение. В Сингапуре такой фестиваль проходит впервые. Мне нравится эта атмосфера. Кажется, что попадаешь в другой мир, поскольку здесь разные темы и разные захватывающие впечатления. Я не знала, что меня ждет, но приятно удивлена тем, что вижу сегодня вечером. Это очень красочно. Думаю, что идеальный вечер для отдыха с друзьями и семьей. На подготовку выставки ушло почти полтора месяца. В работе участвовали 100 человек. Инсталляции состоят из 20 миллионов светодиодных лампочек. Фестиваль в Сингапуре продлится до конца февраля следующего года. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.